Кубок Континента Торпеды и ЦСКА бились за шестое место Трактор принимал авангард Без бушей Шеребзянова Уфа встречалась с Сибирью Желавший хлопнуть дверью напоследок А Спартак и Северсталь репетировали первый раунд И это далеко не все Матчи много Интриг Молли, ну и одна из главных Пал ли рекорд великого Мазякина Казавшийся вечным Обо всем расскажем во всех подробностях В нашем обзоре скользкого льда На кинопоиске Программа пятничного игрового дня Открывалась в Нижнекамске Где нефтехимик принимал локомотив И вынужден был капитулировать на исходе Девятой минуты первого периода После точного броска Рауля Акмальдинова Даже шайба из ворот вылетела Лихачев запишет передачу Для Акмальдинова это первый гол в сезоне Первый гол в составе локомотива И в целом первый гол в континентальной хоккейной лиге С чем мы его и поздравляем Во втором периоде был вот такой неприятный эпизод У нефтехимика С попаданием шайбы после броска Уракова В Седиков И вынужден был Седиков Проследовать прямиком в раздевалку В большинстве дальше нефтехимик отыгрался После удаления Чеховича И это точный бросок Здесь прям под перекладину от Дмитрия Соколова Сериков и Ди запишут результативные передачи Ну а Соколов нашел даже Того человека которому он эту шайбу посвятит На трибунах сразу же Прям так быстро нашел Скорее всего готовился Прошло 7 минут даже чуть поменьше И это шайба Григория Селезнева Вот таким образом он пробивает в этой ситуации Мельничука Вроде бы не сложный бросок Не самый хитрый Просто меж щитков Но Мельничук эти самые щитки свести не сумел 2-1 с таким счетом И закончился у нас второй период Перемещаемся в третью 20 минутку Иванов здесь протыкает шайбу Здорово дальше отрывается Находит партнера Ему возвращают обратно И вроде бы Георгию бросать некуда Но он делает еще одно движение И Долганова все-таки пробивает Отметим обыгрыш Алексеева Безусловно 2-2 Так и закончилось у нас основное время Пошли в овертайм И в этом овертайме Все решилось достаточно быстро После вот такой крутейшей Трехходовки Локомотива Которую завершает Мартин Гернат Красковский и Полунин Запишут результативные передачи Для Герната Восьмая шайба В этом сезоне Потрясающе все сделано 3-2 победа Локомотива В овертайме Сочи у себя дома принимал Кунь-Лунь И вот здесь голов было Хоть отбавляй Давайте внимательно За всеми этими шайбами Смотреть Хозяева открыли счет На четвертой минуте Первого периода Сделал это Михал Криштоф Хотя на самом деле Стоит всю пятерку сочинцев Отметить И во-первых Попова Который нашел Ибрагимова И дальше Чебыкина Который из-за ворот Смог эту шайбу На пятак доставить Ну а за Криштофом Никто не уследил Прошло 4,5 минуты И преимущество Леопардов Удвоилось усилиями Корягина Который вот здесь Столбом буквально Встал на пятаке И даже несмотря на наличие Трех игроков Кунь-Луня Рядом с собой Все равно смог отличиться Хуснудинов и Мечков Запишут результативные передачи Вот здесь Мечков вылезает И Корягин Со второй попытки Все-таки шайбу Мимо Мэтта Джурусика Отправляет Тем не менее Даже несмотря на Вот такой ошеломляющий Для себя старт На перерыв Драконы ушли В положительном настроении Тайлер Вон Он забрасывает на последней минуте периода Тернер Отенбрайт Вот здесь бросает Шайба отскакивает И вон ее С пятака доедает 2-1 Перемещаемся во вторую Двадцатиминутку И здесь сочинцы Дело в долгий ящик Откладывать не стали Минута с небольшим Прошла У Отенбрайта Там проблемы с заворотами Хотя на самом деле Реальные проблемы Кунь-Луня Даже не в Отенбрайте А в том Что забрасывает Матвей Мечков Как раз таки с позиции Где Отенбрайт И должен по идее Быть Отреагировали А Мечков остался Никем не прикрытый На дальней штанге И с Джурусиком Здесь образцово Разобрался Волков и Тинулин Запишут Результативные передачи В этой ситуации На исходе Седьмой минуты В формате 4 на 4 Счет становится 4-1 И это забрасывает Николай Чебыкин Матт Джурусик Здесь как будто Превращается в привидение Становится прозрачным Потому что Ну бросок Чебыкина Не самый опасный И будто сквозь Вратаря Кунь-Луня Эта шайба Проходит Большим И для Кунь-Луня Все становится Уже совсем плачевно Потому что Это 5-1 И это забрасывает Артур Тинулин После великолепной Передачи Марата Хуснудинова Хуснудинов раскрутился Отдал Тинулину Только подставить Остается После этого Появился Лазушин В воротах Кунь-Луня И Кунь-Луня Опять же На последней минуте Периода Смог забросить Равно как и в первой 20 минутке Так же получается И здесь Это Паркер Фу Реализует большинство За удаление Матвея Мечкова Грауац И Брэндон Ип Запишут себе Результативные передачи В этой ситуации Третий период Первая минута И здесь просто Образцовое пособие Как не надо играть Паре обороны Матвей Мечков Оформляет дубль Хуснудинов у него В ассистентах Ну здесь конечно И Челес И Спроул Оба хороши Ну и Хуснудинов Великолепную передачу Отдает здесь за спину Перед Мечковым Уже пустые ворота 6-2 И на самом деле Понятно что на этом Игра была сделана Но тем не менее Ближе к концу матча Все равно Кунь-Лунь забросил Вот так Кунь-Лунь включался Только ближе к концовкам Это отличается Колин Кэмпбелл Для него этот гол Становится седьмым В сезоне Это Шейба без ассистентов 6-3 Победа Сочи Завершалась пятничная программа В Минске Где местная Динамо Принимала СКА И с высокой долей Вероятности Это репетиция Первого раунда Плей-офф И к этому матчу Такое ощущение Что армейцы Подошли именно Как уже к игре Решающих стадий Начало третьей минуты Василий Глотов Открывает счет Сергеев и Зыков У него в ассистентах Здорово Сергеев там Транзитом через Колосова Своего партнера Нашел Дальше Десять с половиной минут Проходит Толчинский Бросает в штангу Успевает на добивание Его Оттуда с пятака Убирают А подоспевший Вторым темпом Сергей Сапега Отправляет Шайбу Точно в цель Не повезло Немного Минчанам И Колосов Шайбу не разглядел Только чувствовал Но не лег на нее В достаточной степени И 2-0 На этом проблемы Минска не закончились Глотов Вот так через борт Находит Толчинского Тот ныряет в центр И бросает точно В ближнюю девятку И это уже 3-0 Всего лишь 3 минуты Разделили вторую И третью шайбу Петербуржцев После этого Колосов Отправился На скамейку Появился Фергюсон Делал все что мог Но его усилий Порой Не хватало Как например Вот в этой ситуации Забрасывает Николай Поляков Педан мощно бросил От синей линии Фергюсон Шайбу эту в ловушке Не удержал Отскок точно На крюк Полякова Воробьев запишет Вторую передачу И наберет уже Второе очко В этой встрече А вот и дубль Толчинского подоспел Если везет То везет прям По крупному Серия отскоков Толчинский оказался Именно там Где нужно И Фергюсона В этой ситуации пробил Вот рикошет Раз Два Прям под Фергюсона А там уже и Толчинский Готово 5-0 Но на самом деле Менчанам стоит отдать должное Все-таки сухими Они с домашнего льда Не ушли Это Брэд Ричи Лишает сухаря Никиту Серебрякова Ну и здесь конечно Отметим вот такой Грубейший обрез Петербурга В своей зоне Впрочем На результат Это не повлияло 5-1 И СКА на самом деле Достаточно спокойно Эту встречу довел До победы И логичного итога Хотя в концовке И вот такой бой У нас случился Волков против Выдренкова Выдренков как раз Вот эту неточную передачу Отдавал После которой Забросил Ричи Ну и вот здесь Есть шанс С положительной стороны Хотя бы для себя Отметиться Победив Волкова В кулачном бою Но этого сделать У Выдренкова Не получилось Так что Ричи После его ошибки Забросил А Волков Еще и победил В кулачном бою В общем 5-1 Победа СКА Два конкурента За шестую строчку Восточной конференции Играли в Нижнем Новгороде Который давно Не видел побед Родной команды Полоса неудач У Торпеда Затянулась На долгие 19 дней Поэтому В преддверии Плей-офф Молодой поросли Игоря Лоренова Было важно Поймать настроение И к растущей Медийности Добавить Еще щепотку Стабильности ЦСКА Который многие считают Теневым фаворитом Будущего розыгрыша Кубка Гагарина Тоже в последнее время Не радует Своих требовательных Фанатов Уверенной игрой И чередует Успехи С откровенными Провалами Как например Несколько дней назад В поединке С Витязем По отношению К обоим соперникам Нередко Применялась фраза Что они откровенно Доигрывают Гладкое первенство И ставят Во главу угла Подготовку К первому кругу Плей-офф Отсюда И небольшие ожидания Но и нижегородцы И москвичи Не раз доказывали Что если звезды В определенный момент Сходились То можно было ждать От обоих Как ураганных скоростей Так и настоящей Мужской борьбы Как получилось на этот раз Отвечаем В нашем обзоре Первый период Прошел в такой Хорошей Обоюдоострой борьбе И бросков много И борьбы много Впрочем Наверное Огромное количество борьбы Как раз таки Следствие Этих самых бросков Потому что зачастую Вот эти стычки Возникали уже После того Как кто-то из Галкиперов Шайбу Фиксировал 25 бросков На двоих В принципе Это надо еще Поискать матч Где вот так Сразу Начнется Такое огромное Количество Именно Игры в атаку И созидания Было тоже В принципе Предостаточно И от торпеда И от ЦСКА Но несмотря на то Что ЦСКА Перебросал торпеда В первом периоде Пожалуй Первая половина Вот этой 20 минутки Наверное Осталась все-таки За нижегородцами Не создавали больше Федотова Беспокоили чаще Ну а из силовых приемов Вообще можно Целую подборку Наверное составить Тем не менее Самый опасный Момент периода Возник именно У ЦСКА После вот такой Быстрой контратаки Это потрясающий шанс Абрамова И вот каким чудом Здесь шайба Не пересекла Леточку ворот Остается Загадкой Мягкая подкидка Абрамов на перемещении На смене направления Пытается Кульбакова Поймать Тот уже теряет равновесие И как он успел Эту шайбу Зацепить щитком Просто вау Великолепная игра От вратаря торпеда В этой ситуации Единственное удаление было Вот в этой ситуации Фирстов схватил Две минуты За толчок соперника Клюшкой Но ЦСКА Своё большинство Не реализовал Так мы и подошли К концу Первого периода Во втором периоде Мы получили то Чего этой игре Не доставало То есть голов И причём могли Они случаться уже На первой же минуте Этого отрезка Вот здесь неплохой момент ЦСКА И потрясающий ответ Торпеда Вот пока самый опасный момент Нижегородцев Выход 2 в 1 И у Фирстова Просто здесь не получается Бросок Вдвоём с Артамоновым Убежали И вот фактически Даже не клюшкой А коньком Десятка торпед Этот бросок Наносит Ну и всё равно Давайте отметим Ивана Федотова И его перемещение Потому что Не будь этой игры Федотова И шайба Казалось бы в сетке И была Совершенно справедливо Бы засчитана Ещё один момент В копилку ЦСКА Это Каменев Здесь здорово Улетает после перехвата И бросает одной рукой Но Кульбакова Не пробить В этой ситуации 13.9 по броскам Во втором периоде В пользу торпеда 22 попытки на двоих Согласитесь Тоже Число достаточно Неплохое Здесь ещё момент ЦСКА Но там и И ворота уже сдвинуты И у Брютова Шайба с крюка Срывается Тем не менее Армейцы Свой гол нашли В начале Десятой минуты Первого периода И он на счету Максима Соркина Причём здесь Ну сразу В стечении Нескольких обстоятельств Во-первых Выигранное вбрасывание Соркина Бросает Классен Попадает Вот здесь Сначала В Абрамова Раз рикошет И затем Ещё и Соркин Эту шайбу Подправляет В общем Никаких шансов У Кульбакова Для Максима Соркина Тринадцатый гол В сезоне Ну и отметим Что всё это началось Именно после его Выигранного Вбрасывания Проходит ещё немного времени И счёт становится Уже 2-0 Это Егор Брютов Молодой защитник ЦСКА Первый гол В континентальной Хоккейной лиге С чем мы его И поздравляем Бросок Который прошивает Кульбакова Абрамов Запишет передачу И наберёт Второе очко Ну и также Провольнев В этой шайбе Поучаствовал 2-0 Вот такое преимущество ЦСКА Наверное Оно было Всё-таки По игре Потому что Несмотря на преимущество Именно в количестве Бросков торпеда В этой ситуации Наоборот Всё было нежели Чем в первом периоде Бросков больше А вот опасных моментов Больше насоздавал И ЦСКА Поэтому и вёл К концу Второго периода Третий период Без интриги Нас не оставил А всё благодаря Быстрой шайбе Торпеда Давайте посмотрим Как она случилась И начнём вообще По порядку То есть С атаки И с удаления Провольнева За подножку Вот в этой ситуации Это 45 секунда Периода И торпеда Потребовалось Буквально одно Вбрасывание И ровно 5 секунд Чтобы после выигранной точки Бобби Линч Эту шайбу Пропихнул В сетку 2-1 Причём Все за эту шайбу Боролись Все пытались Друг другу Клюшки подбить И Федотов Фактически его касание И было последним Вот здесь нахлёст Между клюшками Линча и Федотова И шайба отправляется Точнёхонько Над плечом Вратаря ЦСКА Под перекладину 2-1 Играем дальше И на самом деле Вот при такой ситуации Торпедовцы Ну не то чтобы Не смогли Как-то серьёзно Навязать борьбу ЦСКА Моменты-то на самом деле Были И шансы были И наброски были И ЦСКА Вот такими Оплошностями Федотова В том числе Возможности давал Но наверное Ключевая цифра По третьему периоду Это 11 заблокированных Бросков ЦСКА То есть армейцы Вот за эту победу Чтобы её удержать Легли буквально Костьми До Федотова В третьем периоде Долетели только лишь 5 бросков И ещё раз напомню 11 были заблокированы Вот главный момент Торпеда За минуту с небольшим Наброс Кручинина Серия рикошетов И ЦСКА Спасает буквально Считанные сантиметры Шестое поражение Торпеда подряд ЦСКА обходит их В турнирной таблице Борис на своём льду Принимал ладу И здесь мы сразу Несёмся на всех парах Во второй период Потому что Именно здесь Нас поджидала Первая шайба В этой встрече Борис в этой ситуации Вроде бы обороняется Всей пятёркой Но делает это Хаотичное Артём Бородкин Забрасывает Михайлов и Шумаков Будут у него В ассистентах Здесь как бы не бился Шутов в этой ситуации Но тут уже просто Не успел вернуться В створ И Бородкин Фактически В неприкрытые ворота Попадает Проходит 3 минуты И преимущество Тольятинцев Удваивается И делает это Карим Вафин Романов здесь Запишет Результативную передачу Для Вафина Кстати Первый гол В текущем сезоне Ещё раз на повторе Посмотрим Вот здесь Шутов Своих в этой ситуации Выручить не смог Дальше ещё Потрясающий шанс Для Лады Потому что большинство Но обернулось Это большинство Большими проблемами Потому что Понтус Оберг Забрасывает И делает счёт 2-1 Там здорово Во-первых Апальков напряг У борта оборона Лады И Оберг разобрался Здорово Причём Очень быстрая Реализация меньшинства Получилась Даже и Полуминуты Не прошло Перемещаемся в третий период Здесь Потрясающий момент Бориса Вот как здесь Останчане не забивают Это загадка Ещё один шанс И тут уже Каркас спасает Ладу И лично Подъепольского В общем На самом деле На старте Третьего периода Благодаря Большинству У Бориса Моменты были Очень и очень Серьёзные Однако Свои шансы Останчане не реализовали И за это Поплатились И сделал это Сергей Шумаков Березин его Нашёл классной передачей И Шумаков Здорово попадает Под дальнюю штангу Забрасывая свой 15-й гол в текущем сезоне Это на 15-й минуте Третьего периода Случилось И концовки От Бориса Не получилось Тоже Потому что Отыгрывать надо было Уже не две А целых Три шайбы Потому что Счёт 4-1 Сделал Алексей Волгин На сей раз Сам Шумаков Его нашёл Классной передачей Волгин бросил В одно касание У Шутова Шансов здесь Не было 4-1 Победа Лады В гостях В одном из самых ожидаемых матчей Игрового дня Трактор принимал авангард И гости здесь вышли вперёд В первом периоде Реализовав Большинство Хотя формально Эта шайба уже пойдёт В протокол В формате 5 на 5 Но всё равно Там ещё пятый Не докатил у трактора Просто в оборону Оштрафованный Жарков А забросил Томаш Юрчу Причём изначально Делать это Должен был Прохоркин Но с его образком Зак Фукави справился А вот за Юрчу Не доследили Спустя 3 минуты Трактор отыгрался Усилиями Ильи Карпухина Телегин нашёл его Классной передачи И бросок Карпухина В одно касание Потрясающий Шестой гол Карпухина В этом сезоне Перемещаемся во второй период И если Прохоркин Не забил в той ситуации То в этой сработал Прям как надо Киселевич и Ткачёв Запишут результативные передачи Хотя Прохоркин Ну фактически Этот гол Сделал сам себе Отличный бросок И девятая шайба В составе авангарда Трактор отыгрался Ещё быстрее За 2 минуты С небольшим И сделал это Виктор Антипин Жарков ему ассистировал Вот тогда удалился В эпизоде с голом Юрчу А здесь отметился Со знаком плюс Забрасывает Антипин 2-2 Ещё были моменты Во втором периоде Вот этот потрясающий шанс Кравцова Но здесь давайте отметим В том числе И Илью Проскурякова В третьем периоде Голов не было В овертайме тоже Пошли в серию булитов Которая затянулась В шестом раунде Ткачёв реализовал Свою попытку отвечать Вышел Максим Шабанов И с этой задачей Форвард Трактора Также справился Смотрим за его реализацией Против Проскурякова Если бы Шабанов не забил То Авангард забрал бы Этот матч Но Максим в этой ситуации Трактор спас На седьмую попытку Вышел не Ткачёв Уже А Жофяров И Дамир свой булит Не реализовал А вот Шабанов вышел Второй раз И снова переиграл Проскурякова Вот так два заброшенных Булита подряд И Трактор забирает Этот матч В серии Послематчевых бросков 3-2 Победа Челябинска дома Салават Юлаев В очень упорном Противостоянии Сражался с Сибирью В первом периоде Голов мы не увидели Зато во второй 20 минутке Нас ждала Настоящая роскошь От юлаевцев Вот такая роскошная Трехходовка Которую завершает Александр Шаров Для него это 19-й гол в сезоне Результативными передачами Отметились Шмелев и Орлович Грудков Классно разорвали Оборону Новосибирска И Шаров Спокойно попал В пустой угол Тем не менее Новосибирск Отыгрался еще До перерыва И сделал это Никит Коротков Вот в этой ситуации Да, не без помощи Рикошета Назаров И Охияров Результативными передачами В этой ситуации Отметились Это начало 13-й минуты Второго периода Для Короткова Третий гол в сезоне Более того Новосибирск Не просто отыгрался Но и вышел вперед Сделал это в большинстве Орлович Грудков Схватил 2 минуты За подножку И Энди Эндрёв Выводит Новосибирск Вперед Белоусов Пас Белоусова И здесь Эндрёв Образцова Клюшку Подставляет Для него 27-й гол в сезоне Победа Сибири На выезде 2-1 В Магнитогорске Металлург Принимал Витязь И на самом деле Столиваром Против команды Из Балашихи Пришлось помучиться 17,5 минут Прошло в первом периоде Упускают выход Воробьева Не забивает он Но подоспевший На добивание Владислав Цитсура Все-таки пробивает В этой ситуации Набоку Вот здесь Набоку Здорово, конечно, сыграл При выходе Воробьева Ну а дальше уже вопросы К обороне Металлурга Для Цитсура 9-й гол В этом сезоне Второй период Исход 8-й минуты Артём Минулин Счёт сравнивает Михайлис и Юров Запишут результативные передачи Классный пас прошёл И Минулин Отличным кистевым В этой ситуации Пробивает Дмитрия Шикина Третий период Удаление Галузина Всего лишь второй Штраф Витязи В этом матче И он реализован Егором Яковлевым Забрасывает Капитан Металлурга Гол в большинстве Хорошее попадание Михайлис запишет передачу И наберёт второе очко В этом матче 2-1 Металлург Акбарсу у себя дома Принимал Амур И провёл на самом деле Неплохой первый период Но забросить не смог А вот хабаровчане Один из своих Десяти бросков Всё-таки В цель отправили Сделал это Ян Дроск Да, не без помощи Рикошета Это прямой бросок Здесь ассистентов У Дроска нет Ну и вот оно это ключевое касание Белялов на него Среагировать не смог Однако второй период Для хабаровчан Превратился в настоящий кошмар Потому что их Прямо говоря Укатали 8,5 минут прошло Станислав Галиев Счёт сравнивает Семёнова Отметим его Потрясающую передачу И Кошелев Запишет сюда Также второй пас Ну и Галиев Свой момент Образцово реализовал У Лазебникова Шансов не было Проходит 5,5 минут Быстрая контратака Акбарса И здесь всё делает сам Максим Быков Давайте посмотрим Обыгрывает Лезет Пятак И Лазебникова Пробивает Для Быкова Эта шайба становится Третьей в сезоне Молодой форвард Акбарса Здесь разобрался сам И разобрался Очень и очень здорово Но беда Амура На этом не закончились Минута 40 Проходит И Галиев Оформляет дубль Делая счёт 3-1 Лямкин и Семёнов У него в ассистентах Вот этот момент На ваших экранах Здесь здорово Подправил наброс От синей линии Было понятно Что Амур На самом деле Прям трещит В этом самом втором периоде Даже если на статистику Посмотреть Там какие-то просто Нереальные цифры 19-5 по броскам И было ощущение Что четвёртая шайба Акбарса Просто вопрос времени И время это Настало примерно За 2,5 минуты До конца второго периода Это Кирилл Семёнов Забрасывает Вот до этого Две передачи отдал Теперь забросил И сам ему ассистирует Галиев И тот и другой Соответственно Набирают по 3 очка В этом матче В конце второго периода Вот такой эпизод У нас был Дыняк и Грецкий Здесь схлестнулись И решили выяснить Отношения По-мужски Не просто там где-то У борта тереться А на открытом льду Один на один Без перчаток С подготовкой В общем вот такой бой Нас ждал в Казани Ну в принципе Два таких Тяжеловеса Поэтому драка Действительно получилась Хорошая Качественная И размен ударами Ну прям прям прямых таких Долетело не особо много Но скажем так Скилл бойцовский Был явно виден И у того И у другого Ну и наверное Победу все-таки Дыняку можно здесь записать Его удар был Последний решающий Ну и после этого Столкновения После этой драки Даже еще пары слов Успели обменяться Однако последнее Слово в этом матче Осталось за Амуром И это слово Осталось в меньшинстве Кирилл Слепец Забрасывает Здорово здесь В чужой зоне Шипачева Абакрал Тут и шайба у Шипачева Сошла Ну и Слепец Хороший Дальше потрясающий Бросок в ближнюю Девятку 4-2 Победа Акбарса Которая гарантирует Им начало плей-офф На домашней арене Спартак принимал Северстали Это генеральная репетиция Перед плей-офф Более 10 тысяч Болельщиков Сегодня в мегаспорте И они явно Увидели то Зачем пришли Смотрим Как развивались события Дмитрий Моисеев На исходе пятой минуты Выводит Череповчан Вперед Передачу подшивалого Конечно отметим Вот эту роскошную За Моисеевым На пятаке Никто не уследил Правда Спартаковцы Недолго были В статусе Отыгрывающейся стороны Буквально минут С небольшим прошла И забрасывает Демит Мансуров Это его первая шайба За Спартак Доро подкараулил Отскок И попал фактически В пустые ворота Отсюда собственно И такая радость Смотрим дальше Большинство Северстали Его реализует Адам Лишко За удаление Никиты Сусуева Ну впрочем там Нарушение численного состава Было Сусуев Просто пошел Этот штраф Как сам молодой Отбывать И Лишко Эту попытку реализовал Пилипенко И Буренов У него в ассистентах Второй период Исход девятой минуты Это заряжает Павел Порядин Мальцев здорово Выиграл вбрасывание И Порядин Недолго думая Бросает И попадает Идеально Без шансов Для Самойлова 2-2 Дальше смотрим За очень жестким Силовым Иванова Жестким Но при этом Чистым Сносит он Подшивалого В этой ситуации И к действиям Иванова Нет претензий Но это не понравилось Моисееву Который дальше На третьего номера Спартака Накинулся Сейчас посмотрим Ну вот этот Силовой Не был готов Просто подшивалого Действия Иванова Абсолютно Чисты А вот действия Моисеева Нет За это он Получит 2 минуты За грубость Следующее слово Будет за Северсталью И будет оно Ну фактически Уже на последней минуте Здорово Выиграли подбор Провал в обороне Спартака Уносится Аймурзин И спокойненько В этой ситуации Разбирается с Николаевым Пилипенко Отметим Именно он Снабдил его передачи Ну и запишет сюда Еще и Буринов Также Второй пас 3-2 После 40 минут Игрового времени В пользу Череповца Несемся в третий период Уже смотрели За реализацией Большинства От Северстали Теперь очередь Спартака И это Николай Голдобин С передачи Локтенова И Порядина Все-таки Прошивает В этой ситуации Ближний угол Самойлова Ничья 3-3 Следующее слово Снова за Спартаком И это снова Большинство И это на сей раз Уже Егор Савиков Реализовавший Удаление Лишки как раз Прошла классная Передача От Локтионова Который вот так Двум своим партнерам В большинстве ассистирует Ну и точный бросок Савикова 4-3 Ну а дальше Концовка Большинство Спартака И пустые ворота В общем у Северстали И так шансов было Не особо много Но окончательно Эту игру закончил Егор Зайцев Бросок в пустые Точнехонькое попадание И 5-3 Победа Московского Спартака Репетиция Перед плей-офф Явно удалась Московская Динамо Принимала Адмирал И кто бы мог подумать Что этот матч Получится таким напряженным И закрученным По своей интриге 6,5 минут Проходят Динамовцы Открывают счет Это Бреннон Менел Как из рогатки Заряжает И попадает Точно У Иванова Здесь шансов не было Смотрим еще раз Вот такой кистевой Ну в самую девятку Еще и с легким Рикошетом От перекладины В общем Роскошное попадание Адмирал на самом деле Мог отыгрываться И отыгрался Еще до конца Первого периода Ближе к концу Этого игрового отрезка Никита Макеев Мотарыгина Пробивает Корбит и Гутик У него в ассистентах Ну вот так формально Гол в раздевалку Но что хуже Для Динамо Что они пропустили Не только в раздевалку Но и из раздевалки Потому что всего лишь 28 секунд Проходит со старта Второго периода И Джованни Фьоре Выводит моряков вперед Горшков и Берлев Запишут передачи Классно все разыграли И Фьоре точно бросил Оформив свой 16-й гол В сезоне Однако и шейба Динамовцев Во втором периоде Тоже была И оказалась она На счету Егора Мартынова Вот так По замысловатой Траектории Заползла эта шейбочка Все-таки За ленту Адмирала Кудрявцев Запишет передачу Еще раз посмотрим Здесь рикошет Фактически до Иванова Шейба-то и не долетела Но так или иначе Оказалась у него За спиной А вот эта до Иванова Уже долетела И прошла прямо Сквозь него Это Дмитрий Рашевский Забрасывает ОДЛ образцово Выиграл точку Рашевский Сразу заряжает Иванов здесь Выручить своих Не смог Адмирал Отыгрался в конце Третьего периода С пустыми воротами При вот таком Ну давайте прямо скажем Попустительстве Обороны Динамо Александр Горшков Забрасывает Всеми забытый Наброс от синей линии Шула Гутик Запишет передачи И здесь Гутик С Горшковым Фактически вдвоем Перед Мотарыгиным Остаются 3-3 Адмирал спасся Идем в овертайм И здесь конечно Ключевое событие Это Никита Гусев Который отдает Джордан Уилл Забивает Это хорошо Это молодец Но Никита Гусев Устанавливает Новый рекорд Континентальной Хоккейной лиги Все Динамовцы На площадку Шайбу обязательно Забрать И подписать 86-е очко В регулярных Чемпионатах Рекорд Сергея Мазякина Пал А у Никиты Гусева Есть еще целый Один матч Против Московского ЦСКА 4-3 Динамо В овертайме Такой вот Супер Насыщенный День У нас случился В КХЛ За один Игровой тур До конца Регулярки Вообще Ничего Непонятного Кроме того Что Спартак И Северсталь Выдадут Очень результативный Первый раунд Илья Проскуряков Вернулся В Челябинск И буквально Стоял на ушах Отразив 48 бросков Но принести победу Авангарду Не сумел Салават Уступил Немотивированный Сибири И готовится к плей-офф Казань остановила Разогнавшийся Хабаровск Торпеда Продолжает проигрывать А Динамо И Адмирал Выдали матч С невероятно Закрученной интригой Главное же событие дня Никита Гусев Новый рекордсмен Лиги Больше очков Чем он За одну регулярку Не набирал Никто Пара зрелищных Драк Уйма сейвов Силовых И роскошных голов Все то За что мы так Любим этот спорт Следите за хоккеем Вместе со Скользким льдом На кинопоиске Расскажем И покажем Все самое интересное